Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Чувствую себя постоянно раздражённой и несчастной, хотя по большому факту всё прекрасно. Значит, я живу в эмиграции. Семь лет. Языка так и нет. Сыну два и два года. Я здесь одна, вся родная в России. Расплажает мама мужа, что кормит его своей едой. Только я слышу его звонки и что она там ему наготовила. Ключевое слово ему. Нам, неблагодарным, редко перепадают. Раздражают соседи, которые имеют кучу друзей. Ради неё у меня есть одна подружка здесь с ребёнком. Но мой сын всех боится, не играет с её дочкой. Она работает и мы мало видимся. Вторая подружка тоже много работает и у неё нет друзей. Совсем мало видимся. Очень скучаю по родине, где можно было бы выйти на улицу на площадку кучи знакомых. И куча ровесников сыну. Очень плохо себя чувствую. Прям накатывает и не отпускает. Теперь, как видите, только меня няня. Выхожу с ними на площадке, гуляю. Но не песочник здесь нет. Все далеко живут. Я просто в один отчество с ним скитаюсь. Мрак полный. Ну тоже, ну тоже, Гелена, я вам сочувствую. Но в чём ваш вопрос? Какой ваш вопрос? Что вы хотите менять и хотите ли вы менять? Вот. Не совсем понятно. Итак, чувствует себя постоянно раздражён. Всё. Раздражение есть следствие нарушения личных границ. Ваших личных границ. А со стороны окружающих других людей, может быть, той же мамы, если можно так выразиться. Но возможно, что речь идёт о ком-то или чём-то ещё. Это то, что касается раздражения. То есть, грубо говоря, раздражение связано с тем, на мой взгляд, что вы не выражаете и не проявляете себя тогда и так, как вам хочется. То есть, вы себе это по факту запрещаете. И когда это происходит, то появляется, собственно говоря, то самое раздражение. Потому что человеку, условно, некомфортно. Человеку, условно говоря, неприятно. Человек не чувствует себя, скажем так, ну, свободным, да? Человек не чувствует себя живым и так далее. Вот. Отсюда, само собой, появляется раздражение. Я вам даже больше скажу в этом смысле, что раздражение – это хорошо. То есть, то, что вы чувствуете себя раздражением, говорит о том, что у вас по-предиму сохраняются здоровые реакции на то, что с вами происходит. Дальше. Вы говорите о том, что чувствуете себя несчастным. На мой взгляд, на мой взгляд, чувство, ну, вот такое, знаете, чувство, что я несчастна, оно, скажем так, ну, сложно. То есть, это чувство связано, как минимум, с несколькими факторами. Во-первых, конечно, речь идет про ожидания и реальность. Чем больше мои ожидания не совпадают с реальностью, тем более несчастным я себя буду чувствовать. Это, на мой взгляд, абсолютно естественная реакция, и я должен сказать, что в данном случае вам, то есть вот, ну, ваша реакция в данном случае, она свидетельствует о том, что вы несколько нереалистично воспринимаете окружающий мир, несколько нереалистично видите, видите, допустим, его, несколько нереалистично видите свои, ну, свои, скажем так, свои возможности, несколько нереалистично видите реализацию своих желаний, несколько нереалистично видите реализацию своих потребностей и так далее. То есть, иными словами, мы здесь с вами говорим о том, что вы не совсем реалистично видите то, где вы находитесь, то, как вы находитесь. И то, что вы делаете. С другой стороны, само собой, на мой взгляд, что человека может что-то не устраивать, ему может что-то не нравится. И, на мой взгляд, это абсолютно нормально. То есть, абсолютно нормально то, что вам, может, что-то не нравится. Идея здесь заключается в том, что вы делаете для того, чтобы что-то изменить. Ищите ли вы варианты какие-то, ищите ли вы возможности какие-то и так далее. То есть, несчастным человек является в том числе еще и потому, что они особо делают что-то для того, чтобы, условно говоря, жить так, как ему хочется. Объясняю это себе совершенно разными аспектами. Например, с тем, что у меня не получится, ну и так далее. Вот, как, например, вы это говорите, когда говорите о том, что, ну, допустим, что нет языка, ну, язык нужно учить. А учите ли вы язык, вот это, на мой взгляд, очень важно увидеть. Потому что, ну, на мой взгляд, повторюсь, совершенно очевидно, что, если вы ничего не делаете для того, чтобы учить язык, то откуда ему и появиться? Вот, вот, то есть, человек, опять же, чего-то хочет, но ничего не делает. Дальше, хотя бы, большому счету, все прекрасно, пишите вы. Здесь очень важный момент, который, на мой взгляд, заключается в следующем. Очень важный момент. Заключается в том, что вы, как бы, заставляете себя, вот, ну, буквально, буквально, буквально заставляете себя, судя по всему. А, требовать. И любить. То, то, что вы. То, где вы живете. По крайней мере, на мой взгляд, так это выглядит. То есть, вы говорите, по большому счету, все прекрасно. Но, я думаю, что нет ничего аномального в том, что вам что-то может не нравиться. Ну, нет, в этом ничего ненормального. Но вы... Вы, как бы, говорите. А, у меня, ну, все в порядке. У меня, все хорошо, говорите вы. У меня все здорово, должно быть. То есть, это другая сторона конфликта, 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 которая, как бы, обесценивает ваше недовольство. Понимаете, да? То есть, вам, условно, что-то не нравится. Вас что-то не устраивает. Но вы даже себе, получается, до конца, в этом не признаетесь. Даже себе вы говорите, о, слушай, у меня должно быть все в порядке. У меня не должно быть проблем. Пасыте, говорите вы. А, вот. Вы пишете, что 7 лет находитесь в эмиграции. И пишете, что языка у вас, ну, как бы, нет. И вот, что меня, лично, здесь интересует в том, что вы говорите, что вы эмиграции 7 лет, да, но у вас нет языка. А, вот, что меня интересует. А, для чего вы переезжали? Зачем вы переезжали? Зачем вы переезжали? Чего вы ожидали, ждали от переезда? И что, по итогу, у вас не сложилось? То есть, эм, какие ваши ожидания, по факту, не реализовались? Вот. Когда это стало, ну, для нас очевидно, что не получается, например, так как вы, допустим, хотели бы, когда вы поняли это и как вы это поняли. Это очень важный момент, на мой взгляд. Дальше. Вы пишете, я здесь одна, сродняя в России. Ну, а было по-другому? Ну, раздражать нам и мужа, все кормят его своей едой, только я слышу ее звонки, что она ему там на КП была, включила слово ему и нам неблагодарным редко терпятам. Ну, на мой взгляд, здесь очевидно, что вы свой, скажем так, кризис, да, свое какое-то вот недовольство жизнью переносите на маму. И как бы обвиняете ее в том, что вот вам плохо. Но можно, конечно, так делать, вне всякого сомнения, но только вот никуда это, как вы, я надеюсь, понимаете, что никуда это не ведет. От слова совсем. Поэтому важно увидеть, чем конкретно нас это раздражает. Ну, я бы, я бы предположил, что в данном случае речь идет о том, что вы не чувствуете себя значимо. То есть вы чувствуете, что мама вашего мужа как бы важнее, чем вы. И от этого вам, вероятно, больно, неприятно и так далее. То есть вы чувствуете, что мама как бы с вами конкурирует и вы в этой конкуренции как бы проигрываете. Вот. Проигрываете именно потому, что с мамой стягаться у вас не получается. Вот. Другой вопрос опять же заключается в том, да, а чего вы ожидали, почему вы, ну, ждали, думали, что будет по-другому. Вот. Вот. Что вас на такую мысль, что может быть по-другому наводило. Это когда, условно говоря, вы поняли, например, что ошибались, когда вы поняли, что были неправы. Вот. Когда вы начали чувствовать и испытывать разочарование в этой ситуации. Это тоже очень важный момент. Дальше. Разружают соседи, которые имеют кучу друзей, родни. У меня есть одна подружка здесь с ребенком, но мой сын всех боится. Вас сын боится, а всему передается ваша тревожность. Она работает и мы мало видимся, а вы не работаете. Я так понимаю, вторая подружка тоже много работает, у нее нет детей, нет детей, совсем мало видимся. Очень скучаю по родине, где можно было бы видеть на улице, площадке и куча знакомых и родственников. Сыну. А почему вы скучаете? На мой взгляд, вы скучаете по вниманию к себе. И я хочу сказать, что это совсем не плохо. То, что вы хотите внимания. Вопрос немножечко в другом. Вопрос в том, опять же, что вы делаете для того, чтобы это внимание-то получить. Что вы делаете для того, чтобы оно у вас было. Потому что сейчас есть ощущение, что ничего. Вы семь лет в эмиграции, а ребенку два и два года. То есть вы были до рождения ребенка, соответственно, без него и как-то тоже не обзавелись ни друзьями, ни какой-то, может быть, какой-то деятельности. Да, то есть вот как-то вот у вас в этом смысле тоже, судя по всему, имели место быть проблемы. Поэтому я не думаю, что дело здесь только в ребенке. Кстати, а как вам пришла в голову идея о том, чтобы, значит, ну завести ребенка? То есть как вы к этой идее пришли? Ну вы как-то почувствовали, например, что готовы родителям стать? Или вы почувствовали, ну, что-то еще, что-то другое? То есть вот на этот вопрос тоже, пожалуйста, постарайтесь найти. Ответ это очень и очень важно, на мой взгляд. Дальше. Так, очень плохо себя чувствую, прям накатывает и не отпускает. Здесь надо бы обязательно посмотреть, что именно вы имеете в виду, говоря о том, что на вас накатывает. То есть, ну, что накатывает, как накатывает, вот, и так далее. То есть это вот в данном случае очень важно, дабы не говорить, ну, как-то отстраненно, да, дабы не говорить как-то обтекаемо в отрыве от вашего опыта. Вы говорите о том, что ребенок видит только вас и няню. Вы говорите об этом в таком контексте, что это важно, что он видит только вас и няню. Ну, на мой взгляд, гораздо важнее не то, кого он видит, а гораздо важнее то, что он видит в тех, кого он видит. То есть, что он видит в вас, когда он видит вас, что он видит в няне, когда он видит няню и так далее. Вот это, на мой взгляд, куда более важнее, чем то, что вы описываете. Поэтому, на мой взгляд, именно на это нужно обратить внимание. У меня, по крайней мере, складывается такое впечатление, что перед своим ребенком вы чувствуете себя виноватой. Поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь. Я был бы рад ошибиться, но вот такое ощущение у меня, к сожалению, возникает. То есть, как-то вот вы думаете о своем ребенке, судя по тому, что я могу видеть, вы думаете о своем ребенке больше, чем о себе. А это уже опасно, потому что это порастает множество довольно неприятных аспектов, в том числе и чувство такого неудовлетворения. И что еще важно, это то, что в результате такой модели поведения вы можете вполне начать своего ребенка ненавидеть. Ненавидеть, ненавидеть, потому что, ну, как-то из чувства защиты будете считать, что он виноват во всем том, что с вами происходит. Даже если вы будете уверены, даже если вы будете считать, что это вина не его. То есть, вот такая, к сожалению, здесь неприятная история возникает. Поэтому я очень, конечно, надеюсь, что вы данный свой вопрос будете рассматривать исключительно в контексте старта для психотерапии. Вот. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Так, дальше. Так, значит, гуляем с ним, но не песочник здесь нет, далеко все живут, я просто в одиночестве с ним скитаюсь, мрак полный. Но опять же, когда вы жили? Вот, что меня интересует. Когда вы жили? Когда вы жили, ну, без ребенка. Еще. А вы разве не видели, где он родится? Почему? Почему? Почему есть такое ощущение, что для вас это все стало как будто бы, ну, не знаю, неожиданностью? Почему есть такое ощущение, что вы оказались как будто бы, ну, не готовы к тому, что, что так будет. Вот, вот, вот в чем заключается мой вам вопрос. Понимаете, понимаете, какая история здесь? Вот. Я очень хочу, чтобы вы подумали, очень хочу, чтобы вы, ну, поисследовали этот момент. Я очень хочу, чтобы вы поразмыслили, как, как так получается, как так получается, что, для вас это все является откровением. Вот. Понимаете, да? На мой взгляд, это очень-очень-очень важный аспект, на который вам нужно обратить свое внимание. Вот. На этом все, я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, это позволит вам как-то сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Я желаю вам удачи. Я желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Что? Что? Ну, так, мне рассказывать. Это следовало меня на выходе. Что. Что? С Sara? Продолжение следует...